Друзья, всех приветствую! Вы на канале Рудич Геймс. Представляю вашему вниманию новую королевскую битву. Но это не обычная королевская битва, которую мы привыкли с вами видеть. Кто-то когда-то мне предложил сделать турнир. Долго думал об этом, я делал всякие королевские битвы. Представляю вашему вниманию турнир, в котором самые сильные группировки сразятся за звание короля зоны. В зоне присутствует множество группировок, но кто же сильнейший? Поэтому предлагаю вам сделать турнир. Перед вами сейчас находится сетка с группировками, которые будут сражаться. Турнир будет разделен на несколько этапов. С каждым новым этапом группировки будут отсеиваться. Это королевская битва, но в более ускоренном режиме и в серийном виде. Сражения будут проходить на определенных локациях с выбранными мной изначально группировками. По мере сражений будет образовываться турнирная сетка. В этой сетке находятся такие группировки, как бандиты, наемники, военные, монолит, варяги, отряд альфа, адская инквизиция, грех, чистое небо, одиночки, долг, свобода, охотники, ветер, последний день и ученые. Сегодня мы с вами начнем с классической битвы между сталкерами и бандитами. Это локация Кордон. Сегодня мы узнаем, кто победит в этом сражении. А пока мы не начали, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать дальнейшие битвы между группировками. Поставьте лайк, дабы продвинуть видео немного вперед. И всем приятного просмотра. Мы начинаем. Итак, что мы сегодня с вами сделаем? У нас есть локации Кордон, режим арены. И здесь мы сведем две группировки, которые я уже назвал. Это бандиты и одиночки, то есть нейтралы. Нейтралы у нас будут на территории деревни новичков, а бандиты займут АТП. Как это и было по лору. У меня включена ускоренная воена группировок, потому события будут развиваться быстро. Не будем растягивать видео на полчаса. Думаю, группировки справятся намного быстрее. Хочется много чего еще снять. Огромное количество группировок и ждут своей очереди. На АТП есть бандиты. Также и на деревне новичков присутствуют одиночки. Так, а прорисовочка почему-то не работает в полную меру. Вроде максимальная стоит, но все равно. Вся локация не прогружается сразу. На деревне новичков стоит дегтярев в экзоскелете. У этого ствола мне подсказывает что-то очень сильная отдача, как и урон. Изначально спавнятся вроде не так уж и слабые отряды, но потом начинают спавниться слабые отряды. Не совсем понятно, как это работает. По идее, изначально должны быть максимально слабые отряды, но первые спавнятся жесткие. Вижу, отряд новичков движется на захват чего-то. Это палаточный лагерь, если не ошибаюсь. Да, именно этот лагерь. И уже захвачена такая точка, как тайный лагерь. Это ресурсная точка. То есть, одиночки уже усилили свой отряд одной точкой. А ресурсы у них должны быть лучше. Что же этим временем делают бандиты? Они высылают свой отряд на лагерь на холме. Это точка, которая находится между АТП и деревень новичков. Это точка уже за бандитами. Турнирная сетка достаточно большая. Участвуют в этой войне всего 16 группировок. Выбирал я эти группировки вообще рандомным способом. И также расставлял по сетке. Конечно, не хотелось бы ставить чистое небо и сталкеры друг против друга воевать. Потому немного подправил под себя. Чтобы более-менее это было логично. Постараемся сделать так, чтобы адская инквизиция не воевала против монолита. Хотя, кто знает, кто знает. Может так и сделаем. Ну, в общем, турнирная сетка уже расположена так, как она расположена. Дальше уже все зависит от того, кто победит в начальных парах. Фацки сидят, грит, жопы у костра на лагере на холме. Одиночки спавнят новый отряд. И он движется на костер под деревом. Это недалеко от блокпоста военных. Так, бандиты заняли точку временная стоянка. Как мы видим, здесь у палаточного лагеря новички. Для разнообразия можно на других локациях заспаунить. На определенных точках ресурсов еще какие-то отряды. Тем самым усилив группировки. Знаете, я, наверное, так и сделаю. Я раньше так делал уже. Просто берем какую-то отдельную локацию. И спауним там на ресурсных точках. Равное количество бандитов и равное количество одиночек. Дабы отряды бегали не новички, а более опытные. Так, на лощине я заспаунил бандитов. И такое же количество ресурсных точек находится на болотах. Там мы заспауним одиночек. А сейчас переместимся на кордон. Здесь уже одиночки захватили лагерь у вагончика. Также бандиты последовали на территорию под названием холм за АТП. Одиночки двигаются никуда. Одиночки пока никуда не двигаются. Все нормально, спокойно. А вот со стороны бандитов они пошли на старую ферму. Это плюс спаунивающиеся отряды. Это огромный бонус для группировки бандиты. Че свернут или не свернут? Они пробегают мимо? А, не, нормально все. Они действуют строго по скрипту. Двигаются так, как им приказано системой. Щики-бреки в дамке, так сказать. Это база под контролем бандитов. И сейчас логично было бы, чтобы одиночки захватили блокпост военных. Отряд выдвигается на захват. Чуваки мочат коробки. Добывают лут. Готовятся к войне против одиночек. Как же так, братан? Он подбил вроде ящик, но не забрал аптеку. Ох уж этот бедолага. По-моему, скоро будет первое сражение. Недалеко от вагончика есть уже одиночка, которая стреляет в бандита. Многого, конечно, он не добьется, используя один ПМ. Да, это труп. Минус одиночка. И минус точка лагерю вагончика. А тем временем одиночки захватили блокпост военных. То есть южный блокпост. Здесь заспавнились опытные ребята. Это уже не обычные новички. Именно этого мы и добивались, когда спавнили отряды на других локациях. Вот так вот. Серьезно, ребята. Ну, это уже более серьезно, правда. МП-5, АК. Отлично. Куда же двигается этот отряд? Цель у него это деревня новичков. Решили ребята укрепить точку. И правильно делают, потому что тут недалеко бандиты. А бандиты тем временем захватывают костер в лесу. Ключевая точка. Кого-то высылают. Они стоят на месте. Ребята чисто решили выйти из лагеря. Повиснуть у дороги. Там сейчас будет новая стычка. У одиночек цель АТП. Опять то же место, где погиб прошлый пацан. Ну да, это ребятки САКа. Войня посерьезней. Кажется, они выбери бандитов с этого холма. Первый триумф. Тут уже рядом АТП. Давайте глянем на силы группировок в статистике. Так, оно глючит пока. Вот. Силы абсолютно равные. Смотрите. Это... Ну да, силы абсолютно равные. Сила группировки бандиты 71. Одиночки 70. Одиночки 73 теперь. И число кланов одинаковое. Ровно 52 у одной и другой группировки. Одиночки решили собраться силами и нанести массированный удар на АТП. Это два отряда опытных. И они двигаются туда. Именно на АТП. У кого-то цель старая ферма. Бандиты не стоят на месте. Они двигаются на захват ресурсных точек. Еще одна точка в карман бандитам. Вот еще одна. И на севере локации находится еще парочка. И еще одна база. Сейчас будет все зависеть от того, как быстро группировки будут спамнить свои новые отряды. Баз у обоих группировок одинаковое количество. По-моему, они будут долго бороться. Это нападение со стороны одиночек на территории АТП. Минус один бандит. Минус еще один. Еще один. 3-0. Серьезно? Бандит пытается выбить ружье у одиночки. Ну, ничего не получается. Я в шоке. Это братская могила. Братаны, как же так? 5 трупов со стороны бандитов. Ни одного трупа со стороны одиночек. Ну, тут понятно. Это опытные со стороны одиночек. Ну, тут уже происходит спаун бандитов. Что не особо помогает. Хотя, стойте. Это бандит необычный. У этого бандита МП-5. Не, это не МП-5. Сейчас посмотрим, кто кого в этом сражении. Да, они схавали АТП. Больше нет АТП у бандитов. Еще один отряд двигается на старую ферму. Это сквад одиночек. Но тут в тоннеле стоят бандиты. Потому они, возможно, не пропустят никого. То есть, прорисовка на сталкеры. Это или не сталкеры? АТП. Кто вы? Это бандиты. А за спиной сталкеры? Как так вышло? Они же шли с той стороны. Ну, все равно бандиты тут победили. Даже несмотря на то, что здесь опытные отряды сталкеров. Давайте чекнем силу группировок. Одиночки 65 и бандиты 56. 68 уже одиночки. В общем, преимущество сейчас за одиночками. Это понятно. Просто смотря на карту, тут все понятно. Сейчас идет бой за автобусную станцию. Минус сталкер. Минус бандит. Там еще много одиночек топает. Потому я здесь сделаю ставочку на одиночек. Ничего себе, бандос выносит еще одного. Хорош, конечно, хорош. Как видим, здесь не только одиночки сильные. Снаряжение поменялось не только у одиночек, а и у бандитов. У бандоса АК. Это знак того, что ресурсные точки дают влияние не только на одиночек. Эти чуваки как будто бы идентичны. Весь отряд друг на друга похож. За исключением снаряжения. Тут у одного дробовика, у второго АК. У третьего вообще к МП-5, наверное. Бандиты перешли через тоннель. Вырубили одиночек у этого холма. Это костер во впадине. И в общем-то сейчас будет масштабный замес возле элеватора. Что мы имеем на карте? Это три базы со стороны одиночек. И одна база со стороны бандитов. По-моему им срочно нужно бежать на северную базу. И их может спасти еще захват ресурсных точек на севере локации. Вот еще одна точка ресурсная. А вот еще одна в центре находится. И одну они уже захватили. Молодцы. Здесь бандиты теряют свои отряды. Три отряда бандитов на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь отрядов одиночек. Тут наверное все понятно. Одиночки идут со стороны деревни новичков. Здесь во впадине они вырубают бандитов. Там кто-то еще остался в элеваторе. Да, еще один отряд. Спасет его АК или нет? Не, не спас. Даже АК его не спасает. И он гибнет. Неужели это все? Сражение закончено. Никого возле элеватора не видно, кроме одиночек. Они теперь взяли себе за цель территорию за насыпью. А здесь спаунится отряд сталкеров. Студя, откуда они здесь взялись. Все, блокпост под мостом захвачен. Это уже территория одиночек. Бандиты пытаются отбивать свою старую территорию. Теряет одного бойца. 106-й калаш, по-моему. Неплохо. Этот парень мне не нравится. Классная моделька. Немного отличается от остальных. Эта самая моделька вырубает сталкера. Че, он отбил территорию? Хотите сказать? Нет. Нет, эта территория остается за одиночками. Этот чел особенный опять кого-то вырубает. Прям. Как-то быстро слился. Ну, с этим все понятно. Дегтярев переоделся в курточку бандитов. И он штурмует насыпь под мостом. У него такой же калаш, как у того чувака. Что здесь за ранг? Просто интересно. Ранг профи и опытные. По факту опытные. К сожалению, они ловят пули в себе в голову. Новые силы одиночек на подходе. Бандитам стоит собраться силами и удержать хотя бы старую ферму. Получится у них или нет, мы сейчас узнаем. Возможно, они сделают камбэк. Кто его знает. Все может быть. Всякое бывало. Похоже, сейчас будет сражение за старую ферму все-таки. Одиночки все ближе. Это они. Похоже, ребятки собрались выходить в атаку. Или ты передумал? А, это там чел лежал недобитый. Точно. Я про него совсем забыл. А он, кстати, встал. Встал реально. Встал и лег сразу. Кто же там следующий? Новая партия выходит из-за насыпи. Из-за тоннеля. С территории блокпоста кто-то выходит. Двигается отряд на блокпост под мостом. Вот. А кто-то еще на старую ферму. В общем, множество активных отрядов. Только что они не шевелились. А сейчас началось движение. Любопытно. Вот новая пачка сталкеров. Блин, как они быстро двигаются. А я реально за ними не всегда успеваю. Много кто писал, что я не совсем успеваю все заснимать. То есть, основные моменты часто упускаю. Ну, это все из-за того, что слишком быстро все происходит. А все успеть нереально. Не, ну можно, конечно, все успеть, если сделать вот так вот. О, смотрите. Все видно, да? Все сражение замечено. Может, конечно, технологии дойдут до того развития, что можно будет с такой высоты засняв. Приблизить, уже смотря видео, каждую точку карты. Блин, это, конечно, было бы жестко. А прикиньте, такое когда-то будет. А тем временем, пока я здесь базарю про технологии будущего, одиночки зашли на базу одиночек. Резко, дерзко, уверенно. И они теряют этот отряд. Это все. Новую пачку ждем. Я жду от вас какой-то реакции в комментарии. Было бы неплохо, если бы вы указали, что именно вы хотите увидеть в следующей серии. Сражение каких именно группировок. Кто будет сражаться между собой, вы уже видели. В начале видео вы можете выбирать любую пару. Я попробую учесть ваши пожелания. А вообще, посмотрим, может, если у меня будет настроение определенное, то замучу именно так, как хочу. Бандиты опять отбивают атаку. Одиночки не останавливаются. Они все идут и идут. С чего бы они перестали идти, спросите вы. Реально, по факту. Было бы забавно, если бы бандиты камбэкнулись. Аж либо захватили опять АТП. И так, видео, наверное, затянулось бы еще на час. Какие же жесткие бандиты. Они до сих пор удерживают эту базу. Тут уже огромное количество трупов у стен старой фермы. Похоже, я вижу сейчас самое масштабное наступление, которое было в этом видео. До этих пор в таких количествах еще здесь не было. Ну и бандитов тут также немало. В этом прикол. Стоит жарить шашлык. Че ты дергаешься? Похоже, он застрял. Обидно для бандитов. У него довольно неплохой АК. Одиночки подходят ко входу в базу. Выносят одного. Теряем одиночку. Еще одного. Что ж так жестко? Половина одиночек уже полегла. Новая пачка подходит. Опять ранен. Серьезно. Минус еще один боец-одиночек. Здесь одиночкам крайне не везет. Что-то не то. Из всех трупов, что мы сейчас видим, тут процентов 80 это сталкеры. Опять. Да какого? Че вы так сильно жить хотите? Все же уже понятно. Все, вам конец. Новая пачка подходит. Хоть кого-то убьешь сегодня. О, пошла жара. Перезарядка. Килл. Нормально. Но его убери. Это фиаскич. Тут еще 4 бойца. 5, 6. 6 бойцов. Трутся у стены возле фермы. Вон еще 8-й, 9-й. Они вошли в базу. Приведет ли это к чему-то? Но это уже более действенно. Тут бандитов не так уж и много остается. Они подрались. Бандиты выбери сталкера прикладом. Просто прикладом. Мать его. Опять прикладом. Это что бармен? Стал банкротом и стал бандитом. Нормально. Кажется сталкеры заняли базу бандитов. К этому все и шло. Они кое-как еще отбиваются. Вот видим еще один труп со сталкеров. Это опытный или профи. Тут уже ствол нормальный. Все. Что-то сталкер пошел на расслабоне. И это кажется захват базы. Ребят. На этом мы закончили данное сражение. Сталкеры выбили всю базу. Теперь она под контролем одиночек. Итак. Мы узнали первого победителя турнирной сетки. Сталкеры выходят в следующий этап данного сражения. Итак. Следующим противником одиночек может быть или долг или наемники. Все зависит от того как завершится битва между наемниками и долгом. Кто будет в следующей турнирной сетке решите именно вы если напишите об этом в комментарии. Просто напишите пару которую вы хотите видеть в следующем видео. И я постараюсь учесть ваши пожелания. Это была рубрика Король битвы на канале Рудич Геймс. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться. Поставить лайк. Это продвинет данное видео. И возможно мы наберем немного больше просмотров чем обычно. Буду вам очень благодарен. До скорой встречи. И удачной охоты сталкеры.